привет меня зовут александр коляса сейчас я работаю environment артистом студии techland возможно вы знаете ее по таким играм как dead island dying light а до этого я проработал 4 года в студии plarium над мобильными играми мое портфолио вы можете посмотреть на artstation в этой серии из трех уроков мы познакомимся с основами программы world machine и к концу создадим вот такой вот ландшафт world machine используется для процедурной генерации ландшафтов для фильмов игр рекламы и тому подобное если мы зайдем на артстейшн и введем в поиск world machine можно увидеть множество примеров использования программы здесь присутствуют как и тироины из различных игр так и концепты к фильмам к примеру художник ян альмквист senior level artist из ubisoft использовал world machine в своем пайплайне для создания тироина для assassin's creed odyssey или алекс альварес который является основателем школы gnoman он использует world machine в своих работах создает концепты для фильмов художник сергей куйдин делает просто замечательные работы с использованием world machine и unity саму программу можно скачать на официальном сайте есть бесплатная версия которая полностью функциональна за исключением ограничения в разрешении которая не позволит создать очень детализированный ландшафт но для того чтобы начать изучение программы и понять нужно ли это вам интересно ли это отличная возможность сделать это и давайте начнем знакомство с программой в первом уроке мы познакомимся с интерфейсом программы world machine с некоторыми ее настройками и для того чтобы лучше понять как все здесь устроено как все работает мы с нуля создадим очень простенький базовый террин и ландшафт кому как нравится затем следующей части мы уже пройдемся по большинству основных нот разберем их более детально и таким образом усложним наш террин сделав его более интересным впервые открыв программу это то что вы здесь увидите дефолтная сцена некоторое описание от разработчиков что и зачем можно это сразу удалить здесь наши ноды либо как в этой программе они называются девайсы и группы группы нужны для того чтобы когда сцена разрастается становится огромной нам было бы проще ориентироваться в ней группировать ноды по смыслу слева у нас находится вверху наше 3d окошко viewport на правую кнопку мыши мы можем его вращать на среднюю кнопку мыши вверх вниз призумится и отдалить и на левую кнопку можем изменить освещение варианты шейдинга и также мы можем задать градиент при помощи которого будет окрашиваться наш террин это не является текстурой и и мы будем создавать позднее отдельно это пока что просто для того что пока у нас нет текстуры чтобы мы могли ориентироваться лучше в форме и в высотах на нашем террине также здесь возможность включить отображение уровня мирового океана он тоже пока что ни на что не влияет и ниже у нас блок в котором присутствуют все ноды которые добавлены в нашу сцену все что мы будем создавать все будет появляться здесь естественно работать в таком маленьком окошечке не совсем удобно поэтому мы можем переключиться на 3d вид побольше это вот вот эта кнопка либо hotkey f8 f8 и f5 hotkey которые переключают нас между двумя самыми нужными самыми часто используемыми видами это древо нод и 3d вид если у вас версия программы про можно создать дополнительное окошко включить здесь 3d вид поставить на пол экрана и работать в одной половине экрана с нодами и в другой половине видеть результат сразу же не переключаясь но это только в про версии доступно глядя на наш террин мы видим что он немножко размыт он не совсем четкий как нам хотелось бы правильно и это все работает так потому что ноды они по умолчанию как бы в режиме предпросмотра они еще не просчитаны нужно это для того чтобы когда мы двигаем какой-нибудь слайдер мы видели фидбэк от программы моментально и мы не ждали бы пока это все просчитается в финальном разрешении поэтому они сначала работают в таком режиме предпросмотра когда нам нужно когда мы уже примерно довольны нашим результатом получившимся мы можем просчитать их финальном разрешении под каждой ноды существует такой вот квадратик он может быть либо желтый либо зеленый желтая твич говорит нам о том что эта нода еще не просчитана а зеленый о том что она уже просчитана просчитываются ноды вот здесь этими двумя кнопками желтая просчитывает выделенную ноду и все которые предшествуют ей и игнорирует все что после выделенной а зеленая просчитывает абсолютно все ноды в нашей сцене давайте посмотрим как это выглядит вот все просчиталось и можно заметить что стало немножко более четче все появились какие-то детальки чуть больше и сейчас наш terrain отображается в финальном разрешении которое задано по умолчанию эта настройка задается здесь настройках нашего terrain нашего проекта по умолчанию это 513 на 513 один пиксель для паддинга для запаса и увеличивая этот параметр мы сможем получать все больше мелких деталей также мы увеличиваем и время просчета пока что у нас всего лишь две ноды они достаточно быстро будут считаться разницы не особо заметно вот мы видим что появилось еще больше деталей но когда в нашей сцене появится больше нод разных особенно ноды эрозии о которых мы поговорим немножко позднее они значительно увеличат время просчета поэтому желательно сначала работать в разрешении поменьше в финале уже выставлять наше финальное разрешение и просчитывать это все как там нужно также у нас есть возможность задать размеры нашего мира по умолчанию это 8 на 8 километров можем задать любое значение которое нам нужно но видим что изменяется сразу два параметра чтобы этого избежать ставим галочку здесь и тогда мы можем создавать не квадратные миры а что-то по типу вот таких вот я верну это все по дефолту и также есть координаты координаты правого верхнего угла и координаты левого нижнего угла это все потому что по умолчанию наш мир генерируется вот такой вот огромный и terrain находится всего лишь наш кусочек с которыми мы работаем находится где-то посреди этого всего огромного мира мы можем либо задать координаты где он будет находиться либо вручную переместить его на тот кусок который нам больше всего нравится и работать с ним теперь давайте разберемся как же работает программа и как нам начать создавать свой мир с нуля можем удалить все что здесь присутствует чтобы не выскакивало это окно можно нажимать delete вместе с shift-ом тогда мы сможем удалять без вот этого предупреждения основой любого terrain является либо карта с шумом которую мы можем создать здесь во вкладочке генераторы либо это может быть карта высот реального мира который мы можем скачать в интернете просто введя hate map download здесь будет множество ресурсов где можно это все скачать вот один из таких ресурсов здесь карта высот нашей земли можем выбрать участок который нам нравится экспортировать его и и здесь создать ноду файл input и указать путь к этой карте тогда мы можем использовать этот участок реального мира за отправную точку и дальше улучшать его и работать над ним либо же второй вариант мы можем еще использовать что-то что мы могли заскульптить в zbrush либо в любой другой программе снять такую же карту высот и использовать это тоже как отправную точку но если мы создаем terrain с нуля полностью в программе world machine то почти всегда в основе любого terrain будут лежать одна из следующих нод advanced berlin либо berlin noise это ноды создающие фрактальный шум фрактальный потому что накладывается в нем несколько слоев шума друг на друга и каждый слой все меньше и меньше по масштабу давайте посмотрим как это выглядит все итак мы видим что эта нода просто генерирует какую-то черно-белую карту с шумом можем изменять ее scale давайте изменим тип на другой здесь будет немножко более наглядно это видно и каждый фрактальный шум состоит из определенного количества уровней либо октав октава это сколько слоев шума накладывается друг на друга если у нас стоит одна октава это означает что у нас есть один слой шума и все если мы добавляем вторую октаву мы видим что появляется второй слой шума более мелкий который накладывается поверх третий четвертый пятый и так далее параметр persistence регулирует то насколько сильно будут накладываться эти слои друг на друга то есть при минимальном значении мы видим только первый слой и чем больше мы крутим persistence тем больше проявляется второй слой шума и по сути так работают все ноды в world machine они просто лишь создают какую-то черно-белую карту и исходя из нее потом просто все светлые точки поднимаются на определенную высоту заданную в настройках нашего проекта по умолчанию это 2625 метров то есть абсолютно белый пиксель он будет подниматься на эту высоту черный пиксель будет оставаться на своем месте и все что серое оно пропорционально увеличивается на поднимается на определенную высоту давайте посмотрим как это выглядит вот эта карта которую только что мы сделали она вот в 3d выглядит вот так путем поднятия точек мы получили такой вот terrain в общем с чего начинать мы разобрались то есть все начинается с какой-то ноды которая создает базовый шум давайте сейчас я сделаю какую-нибудь какую-нибудь ноду с которой мы потом продолжим работать шум допустим что то такое у нас есть база с которой мы начинаем работать что же дальше дальше мы преобразовываем эту базу под примерно тот terrain который нам необходим в этом нам помогают комбайнеры и фильтры комбайнеры они позволяют нам смешать одну ноду с другой нодой выглядит это все точно так же как смешение слоев в фотошопе у нас есть те же самые режимы мультиплай ад с абстракт и тому подобное и ползунком мы можем регулировать этот эффект насколько сильно будут смешиваться разные эти рейны таким образом мы можем смешивать множество разных шумов какие-то градиенты и регулировать процесс создания наших каких-нибудь пиков высот и тому подобное и дальше есть фильтры которые также помогают нам в том чтобы наладить более точно какой мы хотим видеть нашу карту высот поначалу когда я только открыл эту вкладочку когда впервые открыл программу я подумал о ужас что это такое что за математические формулы здесь какие-то графики и тому подобное но это ничего сложного в этом нет то есть все эти ноды это примерно те же самые операции как и в фотошопе которые мы можем делать с любой текстурой с любой 2d картой то есть к примеру bias game это то же самое что в фотошопе brightness contrast увеличивая эти ползунки меняя мы видим как меняется контрастность нашей сцены нашей маски и все остальные ноды это те же самые операции как и в фотошопе инвертирование например кривые все очень похоже на фотошоповские операции и поэтому бояться этого не стоит и когда комбайнерами и фильтрами мы задали тот террин который нам нравится когда он приобрел примерно тот вид который нам нужен дальше следуют ноды из вкладки natural это наверное одна из самых интересных вкладок потому что здесь собраны ноды которые творят магию именно при помощи этих нод мы превращаем наш террин из обычного шума вот такого во что то более менее реалистичное здесь присутствуют ноды которые симулируют природные процессы происходящие с ландшафтом в реальном мире это и размытие почвы и камня водой размывание береговой линии океаном либо это выветривание пород создание снега и так далее давайте затестим одну из этих нод ноду эрозии подключим зайдем в ее настройки и более детально о всех этих параметрах о всех ползунках что они делают какой смысл за этим всем лежит мы поговорим в следующей части а сейчас просто покрутим что-нибудь и посмотрим что произойдет для того чтобы понимать просто видеть результат этой ноды допустим что-нибудь такое переключаемся и нажмем просчитать наш мир окей наша эрозия сбилдилась и теперь мы видим что наш terrain приобрел форму более реалистичную что-то больше похожее на реальные горы то есть то что у нас было до и то что получилось в результате ноды эрозии изменения очень значительные то есть нода эрозии она создала иллюзию того что все это формировалось под воздействием разных внешних сил что дожди размывали породу создавая какие-то реалистичные складки на terrain несли почву вниз по склону она собиралась в низинах и так далее и теперь нам всего лишь остается создать текстуру для нашего terrain для этого сначала мы будем использовать макрос о более детальном создании текстур мы поговорим следующей части макросы это такие ноды которые содержат в себе множество других нод заранее настроенных таким образом чтобы получать определенный результат здесь открыв библиотеку у нас будет присутствовать немножко дефолтных макросов скорее всего у вас будут все те же самые макросы за исключением этой вкладки геоглиф потому что это отдельные сторонние макросы которые я устанавливал мы будем использовать макрос basic coverage нажмем сюда нажмем update checked items to toolbar и они должны появиться это этот макрос должен появиться здесь у вас используем используем его используем его подключим этот порт выхода сюда а varmap подключим в erosion input и мы видим что эта нода уже создала какую-то текстуру задала какой-то цвет здесь есть несколько пресетов которые создают разные окраски для нашего terrain и чтобы увидеть это все вместе скомбинировать потому что если мы переключимся просто сейчас в 3d вид мы видим просто текстура на plane чтобы увидеть это на terrain мы должны пойти во вкладку output и создать ноду overlay view она комбинирует текстуру вместе с terrain переключимся в 3d вид сбилдим и мы наблюдаем наши горы с песком мы можем заблокировать вид на этой ноде потому что если мы сейчас будем переключаться на другие ноды то будет переключаться и то что отображается в данном случае можем заблокировать вид на ноде overlay view вот этой кнопкой и зайти спокойно в настройки basic coverage и поизменять пресеты посмотреть какой больше всего нравится можем изменить цвета которыми окрашивается наш terrain и по сути это и есть основные этапы создания любого terrain просто чем более сложный terrain тем больше нод у нас в каждом из этого из этих этапов то есть база какие-то операции которые модифицируют нашу базу эрозия которая придает более реалистичный вид и создание текстуры а дальше экспорт более детально об этом все мы поговорим в следующем уроке а на этом все в следующем видео